Лучше, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожжай. Первый пошел. Черт. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посвятите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбо. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну конечно. К хозяину, так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли, закончим позже. Двигай, двигай. Ну что же за неплохо... Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ого. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Давай сюда рожу. Всем привет, друзья, с вами Сникер. И продолжаем проходить метро 2033. Redux. Redux. Или как-то так. И калаша там нет. Больше, да. Бонечка поймали. Калаш теперь вот здесь. Естественно, мы его возьмем. Теперь у нас есть калаш. Нет, что я сделал? Неправильно, тут уже другая система теперь. Так. А потом вот это. Ну вот это. Отлично. Так. Тут довольно светло стало. Здесь я не спалился. Так, Сухаревская. Заметка один. Есть ли во всем метро люди, которым вы бы не был, вы должен или которых когда-нибудь не попытался обмануть? Черт, да у этого парня кругом враги. И на сей раз кажется, он будет действительно серьезно. Мне нет до него дела. Не должно быть. Но почему-то я не могу его тут бросить. Не знаю, в чем дело. Сухой ему отчин сказал мне как-то. Спасешь однажды кого-то, потом придется спасать его всегда. Чувствую, что отвечаешь теперь за того, кому не дал умереть. Становишься с ним родными людьми. Поэтому он и взял меня к себе на ВДНХ, когда мама погибла. Поэтому, может, и я теперь не могу бросить пугов. Взмени уже. Так. Главное не попасться ни на какие ОУШКИ. Но хан нам должен тут помогать, насколько я помню. Давайте дорожем. Так. Постараемся остаться пролети, как это было когда-то метро 2033. Тут же новая стелс-мехраника появилась в воде. Надеюсь. И, кстати, интересно сохранилась тут пасхалка с ящиками. Кстати, кое-что я сделать хотел. Так, вот. Отлично. Ну, идем далее. Роли, конечно, чтобы калаш без глушика. Ну, еще и захотел. Оп. Тихо. На ловушке бы еще не попасться. Пацана крючит на жалстякой хрени. Нифига. Что делать-то, а? Бах. Бах. Готов. Давай сюда, Розов. Громает. Тихо. Перона у нас по полной. Он прилег уснуть, если в чё. Господи, я испугался. Так. Хан помогает. Отлично. Давай нам эту штуку. Так. Это нам не надо. Надеюсь, там никого нет. Прикинь, видел, чувак, как это было, мы сейчас поймали. Нет. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, чё, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот он кто. Думал, выпить с нашим хозяем, им все бы простят. Но оно, может, так и было бы, если бы хозяин был прежде. Как? Ну, ё-моё. Вот, какого-то засекли, ладно. Видите? Руки вверх, и мы, не давай, грабей. Чё, ты, не шутка такой. Чё, ты, не шутка такой. Чё, да, пройдём, лошадь. Чё? Чё, ты, не шутка такой. Ну, к'ё. Тихо. Отлично. Какие же тупые, ну. Ну а тут чё? Так. Ничего. Ничего. Прорвёмся. О, красава. Хан, ты молодец. Ну а чё, пистолет с душиком? Угу. Сейчас бы я его, блин, купил на станции и пожалел бы. Нет, тихая. Верните, пожалуйста, вот этот пистолет. Да какой-то пацан, это реально пистушар, который даёт посарачивать. О, да. О. Ладно, хрен с ним. Закрыто. Печаль. Значит так, пойдём. Ничего. Я думал с душителем, просто с пламя-гасителем. Ну и что-то вроде того. Где? А вот эти туннели. Сейчас постараюсь найти этого. Что-то походу делся куда-то, сучонок этот. А, это просто сквозь ящики просвечивания. Я думал, где-то они тут шарятся. Что-то не бери по нифте. А ты думал, прячется, сука. Так. А, его походу реально нет. А, вот он. Ага, нету. Сейчас. Тут он. Ну, если реально тут, найдём без глаза. Тихо. Чувак, ты чё, блин, я тебе... Ладно. Кольян. Бах. Каперло. Ща, кнопки меняются. На пробел ходить. Вперёд. И поменяли. Хе-хе-хе. Кнопка D вправо. Приздесть. Назад, назад. Вперёд прыгать. Вправо, влево. О, хорошо. Отлично. Вот это припёрло нормально. Офигенный колен. Блин, чё же он там такой курил? Давай, ща, ага. Да чё-то, походу, делся куда-то, сучонок этот. Ща мы его. А, всё, гуляйте. Вы, блюдина. Отвечай, гадлин, башку снесу. Это одноглазый или гоноход? Опа. Чё, за? Стреляй! Ну, не боитесь, бурбончик жив. Это точно. Это я могу с уверенностью сказать. Ханбать-то. Можешь опустить своё оружие. Блаб-блаб-кнопка я бы опустил. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Моё имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом пропритое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут. А я предпочёл бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, важновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Не-е-е. Пойдём на Тургеневскую. Проклятую, остаться. Мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я невиновен в гибели Бурбона. Но мне всё равно было жаль моего первого напарника. Так, надо поскорее валить, пока бандюги не догнали. О, кидованные. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Страна, что бандюги сюда не заявились. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Да, если бы чуть дольше мы продержали сегодня трубы. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Это нас бы откинуло. Пойдём. Было бы не очень хорошо. Это очень опасный тоннель. Это напомнило. Нашу тебя трубой. Не выключай свет. Иначе нам придётся остаться тут на веке. Главное, что у тебя гарифонарик. Замри и смотри вперёд. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Я помню этих призраков. Мы должны обойти их. Не прикасайся к себе. Вот она, эта женщина. Сосредоточься. Спокойно. Тут их еле видно, кстати. В 2033 метро это было, ну, побольше, ну, поярче они были, в общем говоря. Призраки. Заметка один. Я привык к опасностям. Привык, что человеческая жизнь может оборваться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по рывинам города, населённым одними мертвецами. Но всё это было реально, постижимо. А то, что происходит вокруг Хана, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним, страшно. С ним мне начинает сказаться всё, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о себе самом, всё глупость, всё ложь. Мне не на что больше опереться. Не на кого положиться, кроме самого Хана. Ещё одного случайного попутчика. Или не случайного. Мама! Где ты? Нифига не видно за паутина. Господи боже. А раньше такого не было. Чё ты не могу очканул. Что-то здесь всё сделали, куда жутковать, по-моему. В сторону, Артём. Оттуда этот поезд. Этот тоннель переживает своё прошлое раз за разом, вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идём же. Пойдём. Спасать Тургеневскую. Заметка 2. От жизни на поверхности моей памяти остались всего несколько обрывков, выцветших фотографий. Я совсем не помню, что поезда раньше умели мчаться под тоннелем, громыхая по рельсам, сверкая огнями окон, в которых были улыбающиеся человеческие лица. Для меня поезда — это обломки старого мира, вагоны, которые мы приспособили под свои дома, сложнейшие механизмы, которые разобрали, чтобы смастерить какие-то свои глупые простенькие подделки. Наш новый мир — весь собранный из обломков старого, будто наши предки не умерли совсем, а находятся незримо рядом с нами, приглядывая за нами. И никак не могут обрести покой. Ну да, вот этот тоннель, в котором люди не могут попасть ни в рай, ни в ад. Сам не смотри вперёд. Ё-моё, защитники. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники всё ещё удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лабио астериум манта. Кастанай лабио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лабио астериум манта. Кастанай лабио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лабио астериум манта. я предпочел бы чтобы это осталось нашей тайны это немного лично я был с ними когда они погибали я был единственным выжившим да конечно жутковато лесу творили с нашим миром страшное неповторимое мы уничтожили не только материальная его часть но и тонкую невидимую атомные взрывы испарили информационные поля которых размещались рай и от где про это и верил деваться теперь и даже после смерти человек остается в метро в этих трубах идем уже вот сейчас мы наш калаш и проверим крыска патроны на максимум чет как-то поменяли по моему эти помещения да 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 а нет просто стопик переделание и красивее да я уже слышу их давайте первый хочу я быть там это чё такое а это тени от этих господи думал еще какие-то призраки сосредоточься ладно я по ходу открою ну неплохо неплохо получу ублюдка справляется проклятие этот несчастный студеневской какой-либо оса положение там становится все куда уж уж это в годы идем идем же так спокойно говоришь сосредоточься я сосредоточен ты чувствуешь она приближается да это редкий талант так пользуйся им замри замер но аномалия стала красивее по смене с прошлой частью это точно мы называем это аномалии у нового мира новые болезни ну ща она их по высжигает страшная вещь да но на самом деле она не злее ну скажем огня все зависит от твоего взгляда всегда старайся лучше разобраться в ситуации прежде чем делать выводы это точно тут небезопасно трон и на максимум будь осторожен да где нужный боевик ходу заживо закопали плюс завалила ну давай на этом моменте у меня помню был рельс завище возвращаемся крючков с пушка если так опа на их мордях у мы ее пошел на 10 куда ты аномалия вылетит аномалия вылетит Я тут, пожалуй, постою. Проверил, не стреляли я деньгами. Не двигаемся. Хан, да ты ангел, похоже? Ого. Неплохо поджарило, ребят. Ну, Хан, конечно, очень жесткий. Угу. Что ж ты делаешь, что ли? Его так осветило, прям как, не знаю, свет божий. Очень похоже на это. Секунду. Я сбегу сюда, может тут что-нибудь есть? Угу. Ну, заработали хороший поступок. Тоже неплохо. Нет, там где-то страшные звуки, не пойду я туда. Патрушки. Деньги. Заметка 3. Сказать по правде. В начале я принял Хана за сумасшедшего. Потом испугался его. Теперь я им восхищаюсь. Есть метро вещь, которую обычный человек не может видеть. И не всегда даже может почувствовать. Но это не значит, что их не существует. Если бы Хан не вел меня через эти странные закоулки метро, не помогал бы мне обходить невидимые препятствия, не достерег меня от загадочных опасностей, но путь бы и прервался куда раньше. Ничего удивительного, что я поверил ему и рассказал ему свою историю. У меня есть столько вопросов, а он, похоже, знает ответы на любое. Ты молчал, Артем. Ничего ты не говорил. Залезаем в резинку. О господи, где наши ноги? Их нет. На чём мы сидим? Интересно. Я думаю, что они смогут помочь тебе. Или тебе просто больше не во что верить. Мне не нужно ничего. Скоро мы прибудем на Тургиновскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Я уже слышу звон. Кого? Кого? Хан привёл меня на Тургиновскую, проклятую станцию. Её жители были обречены, но боролись о выживании до последнего. Ну, защищать Тургиновскую отправимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ждите следующих эпизодов. С вами был Сникер Мульти. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok